Человек, у которого 10-летний игровой стаж, ну не будем считать Тетрис или там не виртуальные игры. Я имею ввиду себя, мы, я просто обязан протестировать эту игру War Thunder или War, ну типа того, да. Тут мы видим, это типа лаунчер или, не лаунчер, а, короче, как эта хрень, которая запускает игру. Ну, вот видите, что-то тут обновление 1.55, я его не запускал вообще ни разу, вот, только обновил вчера, и вот сейчас хочу запустить. Видимо, что-то тут новогоднее. Ну ладно, сейчас мы посмотрим, что из этого получится, и, наверное, я надеюсь, я надеюсь, мы, я надеюсь, что-нибудь-то выйдет из этого. Вот, собственно, мы и в игре. И мне кажется, я сегодня убью своих соседей, потому что они сверлят, я не знаю сколько уже, это невозможно. Мне такое чувство, что как будто бы они специально притащили какую-то хрень, балку, я не знаю, и сверлят просто в неё, вот, вот просто, вот, постоянно, непрерывно, не, вот зачем непрерывно сверлить? Ну, сделайте вы, неважно. Так, в общем, смотрите, я прошёл обучение, я попытался записать до этого кое-что, точнее, не кое-что, а игру. Вот мне дали награду 100 орлов каких-то. Обучение, я хочу сказать, очень такое, внятное, хорошее, как раз для таких тупых, нет, для таких профессиональных игроков, как я. Итак, вот тут можно, вообще, тема на, как World of Tanks, я в неё тоже заходил, как-то раз пытался поиграть, но чё-то как-то не очень я разобрался в ней, может быть, как-нибудь запишу тоже. Вот, значит, благо здесь всё на русском, ну да, как ещё, может быть, и будем сейчас тыкать, нажимать. Значит, это так, от мой ник, где тут у нас ещё чё, чат. Давайте что-нибудь, а как тут написать-то? А, можно только создать, или, я не знаю. Ух ты, интересно. Ладно, хотя нет, давайте, давайте, знаете чё, давайте создадим чат, почему бы и нет? Давайте создадим чат, давайте, давайте назовём его, открытый, конечно же. Почему нельзя создать? А, открытый, закрытый, название, 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 запись для ютуба. Подожди, а почему я не могу тут, ну ладно, в жопу. Тогда так. Значит, здесь есть базовая валюта, здесь есть золотые орлы, преимущественная валюта, ну понятно, в каждой игре есть преимущественная валюта. Свободные очки исследования, да, свободные РП какие-то. Далее, здесь написано, премиум аккаунт не активирован, и инвентарь, отлично, инвентарь. Чё-то тут у нас есть, усилители, пари, склады, билеты, приказы. Далее. Почему здесь, где тут ангар? Воздушные, вот тут можно выбрать, я так понимаю. Вот, танковые бои, я чё-то охренел, я тут чё, на танк ещё гонять можно? Не въехал, чё-то я, да. Так, приглашение. Может быть здесь есть ангар? Может быть я его просто не вижу, он где-нибудь здесь рядом, но я его не вижу. Поле, инвентарь, выход, динамическое, курс, управление. Может это и есть ангар? Нет, это не ангар, мне кажется. Ладно, давайте. Реалистичные бои. Чё-то тут, да? Хорошо, давайте тут же начнём бой. Как я зашёл в игру, они меня тут же в бой отправили, я охренел. И только после этого обучение прошёл. Да, я не ожидал, я даже звук потише не успел сделать. Просто мне быстро чё-то выбираете, за кого играете, за наземную или за это самое, за воздушную. Там флаг надо было выбрать, за кого, за какую страну. Самое главное, да, там Советский Союз и прочее. Так, ну чё, в бой? Ой, подожди, а вот, вот же моя точила какая-то есть. Тут можно посмотреть, бесплатный ремонт. Чё-то тут, да? А чё, я уже в бой иду, нет? Почему нельзя почитать о них? Нельзя на них почитать? Ну, давайте подождём. Уничтожьте назем... Так, мне сказали, М надо удерживать. Чё тут написано? Уничтожьте наземную технику противника. А, а им, наверное, защищать, да? Ну, логика. Красненькие, это не наши. Так, будем читать ники. Давайте так. Саша, один, два, три, один. Здесь круто то, что можно возрождаться. А в танках я чё-то так и не понял, как возрождаться. Вот это, что ли, надо всё уничтожать? Ну, круто. Вот, вот. Короче, надо, чтобы кружочек свёлся с кружочком и с крестиком. А, подожди, они мою технику уничтожают. Падение. Наверное, я его подбил немного. Ох, ты ж ёлки, что-то там происходит непонятное. Хорошо, давайте вот Андрея замесим. Андрей, 4, 5, 2, 3. Так, ну, надеюсь, правильно что-то делаю. Хотя нет, мне кажется, я что-то неправильно делаю. А тут перезаряд-то есть у оружия, нет? Или можно шмалять, как хочешь. Бляху, бляху, бляху. Пилот потерял сознание? А чё это он мне потерял сознание? Вот гад. Ну ладно. А, я понял, у меня всего 3 самолёта. Это фигово, потому что я новичок. Мне нужно минимум 20 самолётов. Так. Давайте почитаем, что тут написано. Ни хрена тут не написано. Здесь написано, что нужно уничтожить наземную технику. Ну давай, я жду. Ладно, конец-то. А я по нему попал. Нитки, нитки, смотрите, я пускаю нитки какие-то. Ладно. Так, давайте, давайте, давайте думать. Кому ближе? 2,6 километров. Хорошо, хорошо, круто, подвешено. Написано, сколько километров там лететь. А я в него, не, я в него, наверное, не попаду с такого расстояния. Ну, отлично, появился кружочек. Давайте попробуем его забить. Почему? Я же стреляю вроде в кружочек. А, всё, попадание, да, я его убью. Или нет? Нет! Ну давай, перезаряд что ли идёт? Или что происходит? Да я знаю, а почему он не стреляет-то? А чё он... Чё происходит? У него самолит что-то круто. Почему он не... Ну, я вроде его убил, нет? Нет, почему нет? Всё, я сбил, походу. А это чё такое? А чё это такое? Истребитель как... Ой, слушайте, а мой самолёт тут тоже горит. Ну, ладно. Так, я падаю, что ли? Можно же ускориться ещё на букву В нажать. Давайте смотреть на карту. Здесь, я так понимаю, есть вот эти цели вражеские, которые нам нужно бомбить. Надо бомбить их. Ну, а что-то у меня с самолётом дикие неполадки. Я не знаю, что происходит. Я не могу нормально взлететь. Я падаю, по-моему. Или... Я не понимаю, что происходит. Судя по всему, да. Подождите, у меня пропеллер не крутится. Какого фига я вообще лечу тогда? Что-то не так с моим самолётом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да меня не подбивали, я просто сел красиво. Ладно, давайте ждать тогда. Пилот, в принципе, цел. Мне кажется, даже головой вертит. А так нормально, всё. Ну что? Так, уничтожена воздушная цель. Одна очки 329. Ну, круто. Подожди, я могу? Да, я могу последний самолет еще использовать Максимальная скорость На высоте 3000 метров Максимальная высота от 8600 Оу, е Вбой Давайте посмотрим, что из этого выйдет Смотрите, по-моему Если мы за красных играем Наверное Слушайте, а за кого мы играем-то, ёкарный Я вроде за красных Ой, за синий Охренеть, я его сбил Да блин Я знаю То есть мне, получается, надо вон ту технику долбить, да Да, мы проигрываем, я понял Там сзади кто-то летит Надо вот так вот вилять, нет Или крутиться, нет Крутиться, по-моему, бессмысленно Давайте тогда вниз лететь Давайте вот так вот О, отлично Вот, смотрите, видите Какая-то цель Надо ее, наверное, долбить Да? Или нет, падение, что-то написано Е Охренеть, я крут Вау, это было опасно Фу, ничего Нет ничего опасного для такого скилла, как я Давайте А это что? Райшевская техника Почему она так очково стоит здесь? И еще мне непонятно, где тут моя перезарядка или чего Почему-то я не могу стрелять Вот, сейчас могу снова Вот, отлично, давайте Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Надо разгон побольше сделать. Это какой-то разгон. А, всё, мы сейчас проиграем. Как скример только что вылезла. Хрень эта огромная на весь экран. Так, ну отлично. Я уничтожил одну наземную цель. Можно поперемещаться в меню. Прикольно сделано. Наверное. Так, место в команде второго. Охренеть! Второе! Из двух или нет? Из скольких? Второе. Это хорошо или плохо? Второе сверху или снизу? Прикольно, прикольно. Я сбил три самолета. Уничтожил... Уничтожил целую одну технику. Повредил самолет какой-то. Вот. И как бы 19 повреждений. Одну... Одна посадку я совершил, да? Я же говорил, я тогда сел. Они меня не сбивали. Я сел тогда. Время боя. Так, активность. Блин. Я не понимаю, я такой крутой? Или, может быть, у всех так? Может быть, у всех 99 процентов? Но... Крутяк. Крутяк, крутяк. Конечно же, крутяк. Так, секунду. Так, отлично. Так, достижение. Что-то нет достижения. Итого. 1300... Ага. Мне начислили, видимо, серебряных львов. Или я не знаю, что это такое произошло. Исследование модификации. Что-то тоже произошло. И мы с вами гоняли 6 минут. Награды. Мягкая посадка. Посадить самолет с критическими повреждениями. Я же говорил, я сел. Блин, уже первая игра. Первое достижение. Как трогательно. Так, статистика игроков. Да, слушайте, я реально на втором месте. А вот чувак, например, 7 этих сбил танков. Воздушные цели. А где тут смерти? Бомбардировка баз. Уничтожение наземных целей. А, у меня 3 смерти. Я красавчик. Ну, хорошо. А, ну и 3 этих. Да, 3 попадания. Не, ну это прикольно, прикольно. Но команде я... Я не понимаю, почему меня сюда вынесли. Потому что я, видите, очков много получил. Ну, прикольно. Здорово. У нас вот тут... Это, видимо, виды самолетов, которые у нас были, да? Или что? Ну, может быть. Журнал боя. О, прикольно. Это получается... Да, уничтожил ПВО. Вот я тут. Интересно, интересно, окей. Да, то есть, все достаточно вроде бы легко. Поздравляем, вы исследовали модификацию двигателя. Теперь вы можете ее купить. Нажмите на нее левой кнопкой мыши. Нажал. ДЗ40. Выберите новую модификацию. Нажал. Если у вас останутся свободные очки исследования, они будут автоматически перечислены выбранное новое исследование. Нажмите левой кнопкой мыши для подтверждения. Так, вот эти штуки я не буду пока тратить. Я не знаю, что это такое. А, подождите, а как самолеты-то себе накупить несколько штук? Как? Я не понимаю. Завершить. Вот пока что мне непонятно, так это... Че мне непонятно? Да, мне непонятно, где тут какой-либо ангар. А, мне непонятно. Обучение бомбардировщик. События и турниры. Так, ну ладно. На этом, пожалуй, пока все. На самом деле, очень интересно получилось поиграть. Правда, ну, я думаю... Я думаю... Да, я думаю... Пока что надо прерваться. Но, в принципе, мне понравилось. Действительно, вот первая игра, которую я могу сказать с первого взгляда, мне понравилась. Реально вот. Ну, да, почти. Онлайн. Которую я вот реально уже чуть-чуть погрузился в нее. Немножечко так окунулся. Не с головой, но... Вот, помощь. Отлично. Так. Но это я буду сам изучать. Нет смысла смотреть это. Все. Всем пока.